Вдруг, мало ли, случится ситуация беженцев. Готовы ли вы чем-то помочь этим людям и чем? У меня там живет в Луганске 70 человек моих. Так что в любое время, пожалуйста. Там ужас такой. Вообще там людей жалко. Люди столько жили, накопили. И там их так бомбят, там он сегодня показывает. Это вообще каждый день смотрю. Ужасно. Ужасно. Это вообще никому не пожелаешь такого. Я не знаю, там что-то думает весь этот, все это правительство. Не знаю их. Не знаю. Жалко. Людей жалко. Дети гибнут. Это показывает. Ну вообще невозможно это. Конечно поможет. Помогать надо. А как? А если с нами что случится? И мы куда-то кто-то. Ведь нам тоже будет кто-то помогать. Ну мне кажется, наверное, помогут люди. А как? Обязательно. Потому что у нас там родственники в Крыму живут. И это, конечно, вот тут даже говорите мне, это прям, это, конечно, я за, например, и вся наша семья. Вот чем можно помочь таким людям? Ну как вот чем? Я не знаю вот чем. Ну, жилье, наверное, предоставить. Самое вот такое, что жилье нужно им. Деньгами, конечно, одеждой. Ну а что вот больше? Конечно, очень жалко. Очень жалко. Вот. Мы прямо, мы сами, вот знаете, вот, ну, переживаем. Вот за своих там все равно вот как-то это страшно. Не дай бог. Так, ну, конечно, помочь таким людям надо. А как же? Там все творится без пределов. Обязательно, конечно. Знаю, там, вещи собрать для детей, допустим, там, деньгами, например, там, помочь как-то. Пойдем посмотрим. То, сколько может. Ну да, некоторые вещи собрать, какие там, что нужно, полотенце, вещи такие, верхнюю одежду. У меня много. Да, мы, конечно, могли бы. У меня всегда есть чем помочь. У меня всегда есть чем помочь. Мне желательно та ситуация, когда это я помогаю, делаю искренне, а не скрипя сердцем, не скрипя зубами. Могла бы помочь, когда бы была полная ясность. Полной ясности не вижу ни Украины, ни России. И вчера смотрела программу с Макаревичем на канале «Дождь». Он точно сказал, что каждый своим должен заниматься делом. Считает, что это дело политиков. Ну, я глубоко сомневаюсь, что они будут сюда приезжать. Они в основном приезжают от Ростов, Москва, Питер и так далее. Ну, по крайней мере, из новостей мы это слышим. Ну, а если, конечно, приедут, ну, конечно, готовы оказать помощь какую-то посильную. Ну, как-то об этом не задумывался, конкретной помощи. Ну, приедут, я им очень буду рада. Даже вот у нас Титановая долина, полно рабочих мест будет. Пожалуйста, работайте. Ну, а вообще, как-то они из своей теплой Украины, нам в наше теплое лето, как-то, мне кажется, не спешат. Ну, я тоже считаю, что каждый сможет оказать посильную помощь. Это какие-то вещи, может быть, первые необходимости. Ну, а работать у нас в Салде очень много. Очень много работы, поэтому пусть приезжают. У меня там родные, вот, делали благотворительные концерты, все отправили в деньги, я вложил, и вся наша семья. Конечно, жаль, жаль. Это ведь результат потери нашего государства, Советского Союза. Мы хотим, чтобы не было войны, чтобы все были милые, чтобы жили хорошо. Мы же жили хорошо. И мы этого и не желаем.